Почти 800 метров нового асфальтового покрытия – зримый результат активной гражданской позиции. В Светлополянске в рамках проекта поддержки местных инициатив проходит капитальный ремонт одной из улиц. Мнение местных жителей о проекте и планы городских властей по дальнейшей реконструкции дорог в Верхнекамском районе узнал Иван Швецов. Светлополянск принимает участие в проекте поддержки местных инициатив уже не в первый раз. В прошлом году на средства, полученные от проекта, здесь капитально отремонтировали стадион. И люди поверили, что своими силами можно в лучшую сторону изменить жизнь города. Главное – объединиться. Вот мы в этом году принято было решение о ремонте этого участка дороги. Население у нас собрало порядка 300 тысяч. Это по 200 рублей с каждого взрослого жителя. Получили мы, значит, полтора миллиона от области. Кроме того, 500 тысяч рублей на реконструкцию дали спонсоры. И еще 300 тысяч было выделено из местного бюджета. Вклад местных жителей на фоне остальных средств кажется не таким уж и большим. Но главное в проекте – не переложить финансирование целиком на плечи горожан, а преодолеть патерналистское мышление. Заставить людей активнее участвовать в решении городских проблем. Сотрудничать с властями. Правильно, что делают эту дорогу, она нужна. Так как здесь живет очень много людей, и дорога бывает очень часто разбита. Много ездит машин, в частности лесовозов. Поэтому, когда будет хорошая дорога, мне кажется, и людям будет удобнее ходить и жить. И проехать невозможно. Ями на Яме. Я считаю, поселок у нас, поселку 40 с лишним лет. Я считаю, поселок молодой. И надо, как говорится, чтобы был нормальный поселок. Чтобы могли люди приехать, допустим, кто-нибудь приезжий, и показать вид поселка. То, что именно все хорошо у нас. Андрей Григорьев – один из участников инициативной группы по ремонту улицы Дзержинского. Он не понаслышке знает, как порой тяжело было преодолеть недоверие местных жителей. Были, которые и не давали. Говорят, вот у нас машины нет, мы давать не будем. Некоторые говорят, вот у нас есть машина, мы платим за годовой, и все. Я как сам объясняю, у нас тоже есть машина у меня. Ну, как у родителей есть машина. Мы как тоже платим за машину раз в год. Я говорю, ну поймите, говорю, деньги мы платим за федеральную дорогу, а за местную никто не будет. Мы должны сами это все делать. Вот. Кто-то охотно давал, кто-то не больно. Светлополянцы решили не останавливаться на достигнутом, и в следующем году по проекту поддержки местных инициатив планируют капитально отремонтировать еще одну улицу. Иван Швецов, Руслан Бекасов, Вести, Кировская область.